Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Неприятные события для Кэт начинаются с момента, когда она, приехавшая отдохнуть на несколько дней в арендованный дом, находящийся в лесной глуши, узнает, что в доме уже живет пара молодых людей. Но это были только цветочки, утром она узнает, что ее мужчина сбежал с другой женщиной. Макс! Макс! Героиня, не поверив в случайность произошедшего, начинает собственное расследование. Поначалу Кэт решает, что расставание, пусть и настолько неприятное, хороший знак. Милфа закрутила роман с Панем помоложе, который бесконечно напоминал о том, как она скучна. Но раненая самооценка все же берет верх над мудростью, и женщина решает узнать все про злополучную девицу через хозяина дома. А вот каким результатом оно привело, вы узнаете, посмотрев фильм. В результате большую часть фильма «Пропавшие в ночи» разыгрывается как детективная мелодрама. План найти обидчиков отходит все дальше и дальше на второй и десятый план. У меня сложилось впечатление, что не сумев создать хитроумную детективную историю, авторы фильма решили использовать глупость ради сохранения интриги до последнего момента. Лично я испытал разочарование, когда узнал первопричину показанных событий. Взгляд на события в фильме показан с разных углов зрения. Зрители увидят ее с разных планов и в разных временных отрезках. При этом каждый новый знакомый героиня оказывается втянут в историю с исчезновением ее друга. Триллеры больше всего любимой публикой за финалы, переворачивающие сюжет с ног на голову. Непредсказуемая концовка – самая ценная валюта жанра. «Пропавшие в ночи» тот самый случай, когда мотивацию злодейского замысла действительно невозможно предугадать. Но это, увы, минус. «Ну, правило есть правило, так что...» «Финальная часть фильма не совсем понятна. Лично мне создалось впечатление, что женщина как бы согласилась принять участие в эксперименте по омоложению. Фильм мне не очень понравился, но посмотреть его один раз можно. В общем, данный фильм рекомендую к просмотру. А вот смотреть вам его или нет, решайте сами. С вами был я, коллега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. «Почему он на пассажирском?» «Подожди, кто за рулём?» «Я знал, что это ошибка. Пойду всё отменю». «Нет, Эл». «Привет». «Кто это нахрен такая?» «Моя девушка. Но она не знает о шоу. Это будет сюрприз». «Мы так, не договаривались». «Подыграй мне». «Да, мы арендовали это место. Как же так вышло?» «Вы что?» «Место наше, мы его забронировали». «Место наше, мы его забронировали».